Добрый вечер, господа! Да, это Юлия Латынина и Латынина ТВ, как всегда в это время по вторникам. И это, как всегда по вторникам, с нами Стас Белковский, Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Станислав, привет! Привет, Юля, всех приветствую! Ну, про свой канал говори ты. Да, я, конечно, призываю подписываться на YouTube-канал Белковский, недавно созданный, тем более, что ровно завтра, в среду 24 мая, там будет премьера очередного эпизода проекта «Время Белковского», и этот эпизод в чистом виде лидиотский. Не идиотский, а лидиотский. С первой буквы «Л», потому что он снимался на острове Лида в Венеции, а официальное название по-итальянски «Жители острова Лида» – «Лидиот». И даже в свое время, в 2017 году, я начал писать роман «Лидиот», покушаясь на лавры Федора Михайловича Достоевского. И, к счастью, его тогда не закончил. Почему к счастью? Потому что сейчас у меня получится завершить его гораздо интереснее, особенно на фоне тех трагических событий, которые случились в мировой истории, начиная с 2020 года. Так что смотрите «Время Белковского» завтра, и каждый будний день программу «Доброй ночи, малыши», успокаивающей нас с вами на ночь. Все пишут романы. Бабо, замечательный роман Бабо написала, правда, повесть Лидия Горалик. Повесть «Адвокат беса» написал Акунин. Кстати, у нас даже ссылочка на нашем сайте была. Не забывайте также подписываться на Латынино ТВ. Не забывайте ширить и ставить лайки, но ты догадываешься, с чего мы начнем этот разговор, я думаю. Неужели с Белгородской области? А как же? Что ты думаешь по поводу, как бы сказать, всего этого? Я думаю, что в этой операции, безусловно, украинских сил, так или иначе, было несколько задач, которые ничем не выдающиеся, ничем не выделяются из общей стратегии и тактики украинской страны в последние минувшие месяцы. То есть есть несколько задач второстепенного порядка. Например, отвлечь внимание от ситуации вокруг Бахмута и переключить на новый мощный информационный повод, это удалось по официальной статистике. Интерес пользователей сети к событиям в Белгородской области превысил уровень внимания к событиям вокруг Бахмута. Естественно, это и разведка боем, о которой шла речь. Но главная цель остается неизменной. Показать Российской Федерации, что ее территория абсолютно уязвима, что эту территорию нельзя защитить эффективно с помощью бывшей второй армии мира. Она же вооруженные силы Российской Федерации. И поэтому вообще желательно, что, так сказать, никто не может чувствовать себя в безопасности, даже Владимир Путин в Кремле. В этом смысле рейд Белгородской области стоит в том же ряду, что прилет беспилотника прямо в крышу Кремлевского Сената. И что, в общем, надо российские войска уводить с территории Украины, с тем, чтобы, в принципе, исключить источники подобного рода рисков и угроз для Российской Федерации, которые могут возникать в любой день и в любую секунду. И ничего эффективного противопоставить этому Российской Федерации не может, что она блестяще Белгородской области нынче продемонстрировала. Хотя, мне кажется, для разгона нескольких десятков диверсантов туда были введены тысячи бойцов регулярных войск, и спецназ, ФСБ, Вимпел и Альфы, и кто-то только не. Но выяснилось, что ни разведка ничего не смогла сделать с этим превентивно, ни пограничники практически отсутствовали на КПП. В Гриворонском районе было четыре пограничника. Еще, правда, что важно отметить, несколько бойцов срочной службы. То есть, вопреки кремлевским заверениям и заверениям Министерства обороны РФ, срочники все же находятся фактически в местах боевых действий, и никто им ничего не гарантирует. Ну, слушайте, Кремль же не знал, что это будут места боевых действий. Они же, как это в анекдоте, а нас за что? У меня другой вопрос. Он не знал об этом полтора года назад, но в последние месяцы он об этом знал, поскольку обстрелы этих территорий производились неоднократно, да, и проникновение диверсионно-разведовных групп в пограничные с Украиной регион уже было. У меня другой вопрос. Один из них гласит, что, понимаешь, русский добровольческий корпус действительно точно существует, потому что он существует с 2014 года, он сражается. Другое дело, что там какие-то очень странные люди, в том числе вот Арик Толлер пишет, что там какие-то безумные нацики, российские, еще раз повторю. А вот этот вот самый, как это, регион свободы России, он существует с твоей точки зрения или нет? Я просто сразу предупреждаю, что вопрос с подвохом, потому что Руслан Левеев вот тут говорит, что события, произошедшие, еще раз его убеждают, что региона свободы России не существует, потому что даже ТикТока на территории Белгородской, они не сняли, а сняли ТикТок только на территории Украины, что типа мы заходим, а дальше текстились. А вот РДК действительно туда пошел. Поскольку у меня нет разведывательных источников, я не могу прямо отвечать на этот вопрос, у меня недостаточно достоверных данных. Я же работаю с открытыми источниками, но иногда, правда, не всегда с открытыми, но я не слишком им могу доверять. То я предлагаю отнестись к этому философски. По иммуналу Канту, является ли существование предикатным вопросом. Если мы о чем-то говорим, что оно существует, значит оно уже существует. Как минимум в нашем воображении. И дальше мы можем долго спорить о том, о что означает сам глагол «существовать». Это только то, что мы можем пощупать руками, или вообще все, что в принципе может быть предметом нашего обсуждения. Если второе, то легион существует. Кроме того, я предлагаю здесь прибегнуть к известной шутке, к аналогии с известной шуткой о том, что в результате долгих исследований выяснилось, что Илиаду написал не Гомер, а другой старик, живший в то же время и тоже слепой. То есть, мы с вами какая-то разница. Это легион «Свободная Россия». Это какая-то группа все равно физических лиц, которые выполняют определенные военные задачи. Скажем так, зарегистрирован ли этот бренд в каком-нибудь официальном ведомстве в какой-нибудь стране, совершенно в данном случае не важно. Хорошо. Я удивлена, кстати, что среди задач, которые выполняет ВСУ, ты не перечислил просто чисто техническую, но очень важную военную задачу – формирование поля боя, и чтобы побольше российских войск ушло с фронта, с Донбасса, с Запорожья и пришло в Белорусскую область. Поскольку я не военный эксперт, может быть, я не плохо это сформулировал, но я попытался сказать, что, безусловно, надо выводить войска с территории Украины и перебрасывать их на российскую территорию, возвращать, потому что оборонять российскую территорию иначе невозможно. Действительно, это расширяет возможности для того самого контрнаступления вооруженных сил Украины, которое начнется не там, где его должны максимально ожидать вооруженные силы Российской Федерации. Но я считаю, что эта акция в Белорусской области оказалась предельно успешной, как минимум с политико-психологической точки зрения, потому что сейчас из кремлевских, ну, скажем, не кремлевских, но около кремлевских источников и сред мы слышим не только немало панических комментариев буквально, но и какие-то странные предложения, которые еще недавно могли звучать, но только разве что от представителей Офиса Президента Украины. Например, в программе Владимира Рудольфовича Соловьева, один из его штатных экспертов, уже рассуждает о создании буферной зоны ПАМ в Брянской, Белгородской и Курской областях, то есть на канонической международно признанной территории РФ. Это совсем недавно твой друг Михаил Падаляк говорил о том, что должна быть демилитаризованная зона. Мне кажется, нет, Кирилл Падаляк говорил, неважно кто-то из них. Вот теперь это предлагает российская сторона. А еще один военный эксперт, традиционно вещающий как бы от имени Российского Министерства обороны, сказал, что, ну, что надо делать? Надо срочно отправлять контрактников охранять границу, уже не воевать в Украине, об этом надо забыть, и о всяких планах наступления, пусть даже виртуальных, дальнейшего продвижения РФ войск на украинской территории надо забыть. И надо срочно создавать отряды террабороны на канонической, опять же, РФ территории, без которых обороняться невозможно. То есть это, в этом смысле, то, что случилось, стало колоссальной победой Украины, независимо от, собственно, военных последствий, которые, видимо, весьма скромны. А вот смотри, даже то, что случилось с этими достаточно опереточными корпусами, стало абсолютно, я тут с тобой согласна, колоссальной военной победой Украины и, ну, не столько военной, колоссальным военным троллингом. Ну, это стало психологической, информационной победой, не военной, извиняется. А у меня, собственно, военный, у меня как раз, представляешь, насколько бы это могло стать колоссальной военной победой, если бы это было не там 70 или 100 человек, если бы это было, или если это будет 10 тысяч человек, если бы Украина с самого начала разрешала, допустим, русским формировать подобные корпуса на ее территории или каких-то пленных, которые не замешаны в военных преступлениях, туда брала. И это был бы действительно 10-тысячный корпус, который ставил бы свои задачи свержения Путина, и это бы позиционировалось не как война одной нации против другой, а как война демократии против тирании. Вот согласись, что тогда просто сейчас бы на сторону этого корпуса переходили бы люди, и мы не смеялись бы с тобой над ним. Ну, мы не смеемся, мы абсолютно серьезно оцениваем, что случилось в России полностью по всей системе последствий, в том числе и при акции всяческих кремлевских и околокремлевских спикеров, которые, ну, совсем, чуть не шапка закидательская, мягко говоря. И в этом смысле то, что отряд был очень незначительной по численности, тоже играет свой важный психологический урок. То, что в ответ вели 3200 бойцов вооруженных сил и еще порядка 1000 спецназовцев ФСБ и Росгвардии, и бойцов Росгвардии. И все это было сделано против отрядов нескольких десятков человек. В чем там, мне кажется, их было меньше, чем те 39 убитых, о которых говорит российская СРФ-сторона, и картинки с убитыми мы так же не увидели. Это еле видим на таком стиле художника Альфон Салле, автора картины «Битва негров в пещере ночью». На этих картинках ничего понять невозможно. Что же именно происходит? Зато многочисленные видео бойцов этого легиона, независимо от того, формально он существует или нет, мы видим, и они свидетельствуют о том, что они в основном живы и продолжают там где-то находиться, в обсуждаемых местах. Но тут важно, на мой взгляд, что Украина несет обязательства перед западными партнерами, в первую очередь перед США, не вести боевые действия на международно признанные территории РФ. Она и не ведет? Она отрицает всяческую формальную принадлежность к этой истории, хотя, мне кажется, эта принадлежность достаточно очевидна, неформальна. И именно поэтому в таких акциях могут участвовать только граждане Российской Федерации. Опять же, здесь рассчитывать на то, что, кроме того, мне кажется, что у всей коалиции уважаемых партнеров Российской Федерации, от США до Украины, нет большой задачи смещения Владимира Владимировича Путина. Мы можем к этому как угодно относиться, но на мой взгляд, это именно так. В принципе, для Соединенных Штатов Америки эта война уже выиграна, потому что достигнут главный ее результат – изоляция и маргинализация РФ. И, в принципе, пока Путин существует, сохраняется определенное представление, что вот эти пресловутые красные линии, они же крысные линии по крысе, загненные на угол перейдены, не будут, как это не смешно. Что он блистательно и доказывает за 15 месяцев спецоперации ЗЭП, не так ли? И сколько уже раз твердили миру, что вот если один снаряд упадет там на каноническую РФ территорию, то случится что-то страшное. И вот там поставки очередных вооружений, то сначала Хаймарсов, потом дальнобойных ракет, потом, значит, истребителей, которые еще не поставляются, но, видимо, к сентябре уже будут готовы с обученными украинскими экипажами. На все это Кремль кричал, что это 137-е китайское предупреждение, и тут-то мы ответим жесточайшим образом. В общем, ничего выходящего за рамки ожидаемой реакции Кремля не было. И даже в результате эти мощные атаки по энергосистеме Украины, которые наносились минувшую осенью, и зимой, в общем, не привели ни в коем случае к крушению этой энергосистемы. Она почти в полном объеме восстановлена и функционирует. Так что поэтому, в общем-то, это вот замирание в ситуации, когда РФ не просто потеряла инициативу в военном плане, но проиграла эту ситуацию политически, экономически, имиджево, как угодно, западных партнеров Украины устраивает. Поэтому зачем? Ну, Владимир Иванович в этом смысле прекрасен. Он хорошо изучен всеми сторонами. А вот ставить под угрозу территориальную целостность образования под названием РФ, соответственно, расползание всяческих остаточных силовых ресурсов и превращение это в территорию хаоса, в плану Вашингтона точно не входит. Особенно после весьма негативного опыта в Ираке и Афганистане по этому поводу. Другое дело, естественно, плана Украины, которая так или иначе, как минимум на пропагандистском уровне, должна декларировать полустремление и готовность вернуться в свою территорию в границах 1991 года. Поэтому здесь это вся тонкая игра на определенных гранях. И поэтому я не вижу сегодня силы, которая была бы заинтересована в том, чтобы описанное тобой войсковое соединение двинулось на Москву. Опять же, во всякой войне не реализованы угрозы, важнее реализованы, как мы с тобой уже обсуждали в прошлый раз. И само наличие страха, что так может случиться, и вообще страха того, что Путин абсолютно уязвим, если он уязвим для недорогих беспилотников вероятного украинского происхождения, хотя мы этого формально не знаем, то насколько же он уязвим для американских современных вооружений. Этот рычаг, этот механизм, он уже решает 90% задач, которые стоят в районах для создания той самой буферной демилитаризованной зоны, о которой, как это не смешно уже говорят, активные адепты спецоперации из самой Российской Федерации. Да, вполне возможно. Тогда у меня встречные вопросы. Тебе не кажется, что наоборот, я прекрасно понимаю, что на Западе действительно очень боятся распада России. И в этом смысле вот те, кто... Та часть украинской публики, которая пишет, что вот сейчас рашка распадется, она, конечно, играет невольно на руку Путину и невольно подпитывает эти страхи Запада. Но тебе не кажется, что свержение Путина должно быть целью и Украины, и Запада, просто потому, что без этого Россия превратится в Хамас и всем будет досаждать? Нет. Владимир Владимирович, на мой взгляд, один из последних гарантов того, что этого не будет. То есть, неизвестно, что будет после него. То есть, сценариев может быть несколько. Один из сценариев, это смерть Сталина и коллегиальное руководство, которое вынуждено будет мириться с Западом. Там во главе, ну, там будет несколько ключевых фигур, условно, формальным лидером будет нынешний премьер-министр Михаил Мишустин просто по должности, поскольку он, то есть, исполняет обязанности президента в случае отсутствия последнего, убывания последнего в неизвестном направлении. А, так сказать, можно предположить и приход к власти фигур типа Пригожина Евгения Викторовича? Я так не считаю. Во-первых, я не считаю, что Евгений Викторович Пригожин придет к власти. Во-вторых, я не считаю его таким уж отморозком, каким он часто хочет казаться. И, как раз, как это часто бывает в переломные моменты истории, нередко хорошие парни оказываются плохими, а плохие хорошие. Как, собственно, это было после смерти Сталина, когда неожиданно самый слабый в команде его приемников Никита Хрущев оказался самым сильным, а самый зверский Лаврентий Берия самым либеральным. Убрали его даже за излишнее рвение за попытки сконцентрировать власть в своих руках и перетянуть отделом на себя. Но в смысле либерализации первичной после сталинского режима Лаврентий Берия готов был пойти максимально далеко. Поэтому не исключено, что Пригожин, если он окажется у власти в любой позиции, окажется вообще лучшим другом Запада и проводником тотального поверения. Этого совершенно нельзя исключать. Не случайно, ведь он всегда, в отличие от всевозможных официальных кремлевских представителей и пропагандистов, с большим уважением отзывается и Владимир Зеленского вооруженных силах Украины и так далее не позволяет себе ничего такого, что с точки зрения чисто психологической означало бы переход последней чертовой взаимодействия, потенциальном взаимодействии с кем бы то ни было. Кстати, в этот момент я все вспоминаю, что Виолетта Керна-Пригожина, его мама каким-то вполне постижимым, но все-таки не очень ожидаемым образом вышла из-под санкций Евросоюза через суд. И фактическая роль и репутация ее сына никак не помешали этому решению. В современном мире оказывается, можно достигать компромиссов по самым разным вопросам, опираясь, опять же, на гибкость западных институтов и на то, что они действительно и на реально существующее разделение властей, в которые Владимир Путин не верит, но оно, так и как ни странно, существует. Поэтому самое, скажем, на мой взгляд, плохое для Соединенных Штатов Америки, самое опасное, это турбулентность неконтролируема на евразийском Хартленде, на территории ныне называемой Российской Федерации, когда завтра неизвестно, что будет происходить. Мне сегодня не будет неизвестно, что будет происходить завтра. При Путине все-таки более-менее неизвестно, что будет происходить завтра. И даже по поведению Владимира Владимировича нынешнему, он сегодня какие-то очередные награды вручал в Кремле, опять проповедовал свои любимые теории о том, что до создания УССР не существовало никакой Украины. Ну, что, естественно, это совершенно непонятно к чему это. На мой взгляд, Российской Федерации в нынешнем видении никогда не существовало до распада и доформирования сначала, а потом до распада Советского Союза. То есть, почему это? То есть, если чего-то не было раньше, то этого не значит, что этого не может быть сейчас. Какой-то очень странный антиисторический подход, ну, в общем, традиционно присущий Владимиру Владимировичу, который живет в прошлом как в настоящем. Это называется ретро-топический тип мышления. То есть, он перемещается мозгами там на 500 лет назад и думает, что он может что-то изменить. Это в этой ситуации 500 лет, 500 летней давности и нет никакой разницы между тем, что происходит 500 лет назад и сейчас. Именно поэтому он категорически боится будущего, как всякие консерваторы, а в прошлом, в любом прошлом, в любом каменном веке, в котором он Россию ведет, он чувствует себя вполне комфортно. И поскольку Путин упертый эпилептоид, который никогда не сворачивается из броносных пути, Соединенные Штаты Америки в полном объеме уверены, что он тихой сапой будет продолжать свою нынешнюю политику изоляции РФ. Косноречивым символом, который является недавнее заявление спекера Государственной Думы Вячеслав Викторовича Володина о том, что нужно прекратить изучать английский язык, ибо английский язык потерял все позиции в мире. Конечно, очень удачного примера, как английский язык потерял позиции, была приведена Индия, где он является государственным языком, несмотря на то, что Индия давно была независимой от Британской империи. Так что, ну вот и очень хорошо, если в России не будут изучать английский язык, именно последовательное ослабление этого государства руками его же лидеров, при отсутствии реальной военной угрозы, а что эта военная угроза, скажем так, была сильно по величному видим на протяжении минувших 15 месяцев спецоперации Z. Франция предложила Украине гарантии безопасности за пределами НАТО, и когда я это увидел, услышал, я подумал, что могло быть и наоборот в нынешней ситуации, и Украина могла предложить на Франции гарантии безопасности. То же по израильской модели, то же вне рамок НАТО. А то, что, кстати, ролевая модель для Украины во многом Израиль, мне приходилось публично говорить на протяжении нескольких минувших лет. Это действительно очень близко. Когда можно полагаться только на себя, заключая любые альянсы, имея любые отношения с уважаемыми партнерами, включая главного из них, США, но тем не менее, всегда зная и понимая, что в час икс все зависит от твоей собственной готовности сопротивляться любым внешним внезвенным и угрозам, а не от той или иной конфигурации альянсов, частью которых ты являешься, именно поэтому Израиль ни в какое НАТО никогда не вступит, конечно. Он никогда не сделает себя заложником решений, принимаемых за пределами Израиля. И, собственно, поэтому вопрос о том, а нужно ли Украине вступать в НАТО, необходимо ли это, он сейчас возникнет уже с новой остротой. То есть не можно или нельзя, а нужно ли? Или, может быть, обеспечивать безопасность Украины лучше за пределами всяких коллективных структур, тем более таких, в общем-то, морально устаревших, как НАТО, и отражающих в той же мере реалии Ялтинско-Потсдамского мира, что и тоже пережившие себя совершенно организации объединенных наций. Но я не вижу какого-то мощного, опять же, возвращаясь к американской позиции, стремления полностью от Владимира Ильича избавиться. Когда у Владимира Ильича были иллюзии, они были у него именно вот в эти 8 лет, с 2014 по 2022, что Запад абсолютно слаб, Украина падет в любой момент, что он, сказать, убого за бороду, да, он был достаточно опасен. Но за минувшие 15 месяцев эти иллюзии не осталось. Остался только ядерный шантаж, транслируемый устами, ну, таких наименее убедительных путинских спикеров, типа Дмитрия Анатольевича Медведева, которые свидетельствуют о том, что других аргументов нет просто. Но против применения ядерного оружия, даже тактического, выступают все, включая уважаемых китайских партнеров Кремля, без которых уж никак и никуда в нынешней ситуации Владимир Ильич еще не может двигаться дальше. Поэтому вот эта слабая, недееспособная Россия, медленно организирующая, на мой взгляд, для коллективного Запада это гораздо меньший риск, чем Россия, в которой произошел некий мощный политический переворот с непредсказуемыми последствиями. Леша пропал звук, мне очень прошу прощения. Так, вот, если меня так... Так... А, так... Юля, вам перезагрузиться надо полностью, полностью, а Стас остается в эфире. Юля, перезайдите, пожалуйста. А я слышу. У вас очень плохо, Юля, с интернетом. А, по каким словам, я не знаю, что я не знаю, и странно из-за своего... Я... Меня... ...мобильника, потому что это, по-моему, единственная возможность. Так, видно ли меня и слышно ли меня? Слышно хорошо. А вас слышно? Да, я прошу прощения... Интернет. Да, у меня просто нет интернета, поэтому я извиняюсь людям, что я зашла со своего собственного... Со своего собственного телефона, на котором вдобавок кончается зарядка. Но я просто, если можно, попрошу мне зарядку принести в камеру, в студию, и тогда... Ай-пад, выньте... Принести зарядку в камеру это мощная оговорка по Фрейду. Принести зарядку в камеру, да, я еще, слава богу, к не Алексею Навальный, но, значит, зарядку... Юля, у меня с вами лежит ай-пад. Включите. Одну сихточку, Даш. В телефон. А, да, это хорошая мысль. Это очень точная мысль. Значит, соответственно, да, вот зарядку я включила, значит, нашим слушателям, я прошу прощения за ужас, который у нас происходит с технической точки зрения, и тем не менее, я возвращаюсь к истории, к человеку, о котором ты только что уже говорил, к господину Пригожину, и к его, как бы это сказать, мгновенному занятию Бахмута с последующим выводом войск из Бахмута. Что это было, и дадут ли ему из Бахмута уйти? Я считаю, что он хочет уйти из Бахмута, потому что он хочет зафиксировать прибыль. Ясно, что ЧВП понесла огромные потери в операции «Бахмутская мясорубка» по утверждению самого господина Пригожина, придуманной им совместно с Сергеем Суровикиным, тогдашним командующим силами СВО, ЗЭТ в октябре минувшего года, на следующий день после бурного отмечания дня рождения Владимира Путина, утром 8 октября. Они это придумали, как Евгений Викторович утверждает. И сейчас, особенно с учетом дальнейшего обострения их отношений с официальным военным ведомством и Генштабом, ему, конечно, нужно отползать. Он не должен попасть в ситуацию, когда он будет окончательно разгромлен. И все дальнейшие негативные последствия, в том числе и в случае контрнаступления вооруженных сил Украины в Донецкой области, должно же касаться не его, а его лучших друзей Сергея Кужегетовича Шойгу и Валерия Валерьевича Герасимова. Кстати, вы будете смеяться, операции по нейтрализации мощнейшей диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области из нескольких десятков человек, всей этой несколько тысячной группировкой, которая занималась нейтрализацией, руководил никто иной, как генерал-полковник Александр Лапин, который проштратился еще в минувшем году Харьковской области и к удалению которого резко и громко призывали Пригожина и Рамзан Ахматович Кадыров. И вот он снова на арене. Других писателей у нас для вас нет, как говорил Иосиф Иссоренович Сталин. А, так хорошо. Пригожину позволят уйти из Бахмута, потому что как бы на месте его друзей, как ты сказал, Шойгу и Герасимов, я бы его не выпустила. Да, конечно. Я думаю, что они будут пытаться так сделать. Но поскольку сейчас Пригожин герой, хотя формально герой они, потому что опять три звезды героя, кажется, получили представителя руководства Минобороны за Бахмут. Как? Я звезды героя... Это уже совсем не интересно. Да-да. Там Алексей Ким, это заместитель командующего силами СВО, получил героя и два заместителя министра обороны. Кто именно, я, к сожалению, сейчас не помню. Это можно так сказать. Это есть в открытых источниках. То есть повторяется ситуация в Сирии, которая описана в только что опубликованных мемуарах покойного Кирилла Романовского, журналиста и пиарщика близкого к Евгению Пригожину. Я не знаю, подлинно это мемуар или нет. Или коллеги по Вагнеру помогли покойному Романовскому их написать уже после его смерти. Но независимый отчет, безусловно, они отражают, на мой взгляд, точку зрения Пригожина на то, что было в Сирии, как Вагнер брал Пальмиру, а перманентно нетрезвый генерал Дворников, командующий в Сирии, получал за это героя России. Но, конечно, с политической точки зрения в информационном пространстве РФ Евгений Пригожин выглядит, общем, победителем, которого кусают только рассерженные патриоты, так называемый, клуб рассерженных патриотов. Вот мне всегда казалось забавным, что люди назвали структуру, не обращая в нему ни на то, что сокращенно это будет распад рассерженные патриоты. А уж, как говорится, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Тем более, основной своей целью они заявляют именно предотвращение распада России. А сам не называется распад. И там у них один из антигероев Пригожин. Вот сейчас только что опубликован манифест очередной этого клуба рассерженных патриотов. Ключевая, самая известная фигура это там Игорь Всеволодович Геркин, естественно, он же полковник Стрелков. И там говорится о том, что Пригожин это лавр Корнилов наших дней, который, в общем, приведет в жизнь американскую линию на уничтожение Владимира Путина, а вместе с ним и единой российской государственности. Из-за чего мне пришел в голову такой, так сказать, сюжет романа, а потом сериал о том, как лавр Корнилов выходит из мест лишения свободы где-нибудь в конце 30-х годов и объединяется с Львом Давыдовичем Троцким, уже в то время находящимся вне Советского Союза, для свержения Васильевича Сталина. Это было бы забавно, как минимум. И там сейчас вспомнили о том, что именно бойцы Вагнерову там зачищали милитаризованный актив ДНР и ВНР там вот местных, местные культовые фигуры типа Мозгового там и других. Это не случайно вспомнилось, потому что этот клуб Распад видит в Пригожине очень большую угрозу первую очередь для себя, потому что Пригожин онлитализирует вот эту всю патриотическую нишу и критику элит с ультраправых позиций. А скажи мне вот что по поводу того же самого клуба рассерженных патриотов. Я тут у них прочла, кстати, у тебя прочла, что они, оказывается, собираются Путина защищать от Пригожина. Да, это... Да, а как это... С чем это связано? Это точный ринейк депутатской группы Союз. Верховного Совета СССР к конца 80-х годов. Люди берутся за безнадежную задачу, уже поэтому их деятельность для меня выглядит очень оптимистично. Вселяет оптимизм в Верховный. Потому что все, что они делают, это точное повторение ошибок тех, кто пытался спасти Советский Союз совершенно уже непригодный к жизнедеятельности в той ситуации. Как? Ну, потому что они совершенно правильно говорят, что Путин является важной скрепой современной РФ. и удаление Путина из... Это точно то же самое понимает и Вашингтон. В этом смысле Игорь Гиркин, в общем, единомышленник Джозефа Байдена и наоборот. Если бы он это слышал. Да, если вынуть Путина из этой системы, то система может посыпаться с утроенной энергией. Это действительно так. И клуб Распад как бы хочет этого распада не допустить. Правда, это противоречит их же огромным претензиям к Владимиру Путину. Ну, дескать, уже лучше пусть сохраняется единый организм Российской Федерации, чем вот непредсказуемые деструктивные последствия исчезновения Путина. Вот этими словами ключевые фигуры Вашингтонского истеблишмента наших дней, на мой взгляд, подписались бы вполне. А скажи мне уж тогда замечательный сакраментальный вопрос. А с твоей точки зрения Путин уцеленет? Он может пережить весь этот, на мой взгляд? Ну, во-первых, ему надо пережить будущее наступление в СУ. Хорошо, это он там переживет. Но там же еще и в 16 приоритет. На сегодняшний день совершенно уже очевидно. Это казалось совершенно неочевидным перед началом спецоперации ЗЭТ. Тем более неочевидным 9 лет назад, то, в общем-то, с использованием западных вооружений Украина вполне может уничтожить и Крымские мост и Черноморский флот. И никаких ограничений по Крыму в Украине нет, поскольку это международно ее территория. Да, есть Соединенные Штаты сделать все возможности, чтобы не было официальных украинских ударов по канонической территории, но ни Крыму, ни Донбассу это не относится. И, конечно, это большая угроза для Владимира Путина, которая должна заставить его пойти на определенные уступки. Здесь, мне кажется, вот само наличие, я прошу прощения, что повторяю эту мысль не первый раз в нашем сегодняшнем эфире, что нереализованная угроза важна, что попытки создания какого-то посреднического механизма, в который могут быть увлечены и китайские партнеры, представитель КНР Ли Хуэй, уже бывший посол Китая в России, уже побывал в Киеве на минувшей неделе, а в конце этой недели прибывает в Москву, и папа римский Франциск, которым там назначил кардинала своим средств представителем, и неожиданно активизировавшийся Хенри Киссинджер, который в упоении рассказывал в своем марафонском интервью к журналу «Экономист», а напомним, если кто не помнит, что 27 мая Хенри Киссинджеру исполняется 100 лет в прямом смысле этого слова. И несмотря на это, он чрезвычайно бодр, потому что это как такой старый хищник, почувствовавший вновь запах крови. Он видит, как буквально США договорятся с Китаем и решат важнейшую глобальную проблему, а именно по проблему бытия и сознания Российской Федерации в ее нынешнем формате. При этом Киссинджер придумал гениальную вещь. Он заявил, что фактически он сказал, что он готов продать Путину идею вступления Украины в НАТО. Если провести деконструкцию, прошу прощения за это столь же умное сколепошлое слово, в искомысказывании Киссинджера, он объяснил, как он уговорит Путина, грубо говоря, что Украина должна быть обязательно в НАТО. А вот так он уговорит, что если Украина не будет в НАТО, она не будет тем самым зависима от Соединенных Штатов в достаточной мере и их союзников по НАТО, и она может перейти в наступление и взять Крыму. И чтобы этого точно не случилось, чтобы Соединенные Штаты могли гарантировать поведение Украины по отношению к РФ, Украину надо принять в НАТО. Гениально, я считаю. К столетию прекрасно. Но теперь осталось только убедить Путина. Да, нет. Киссинджер Путина хорошо знает, собственно. Его компания Киссинджер и Сойшет, если не изменяет память, на определенном историческом отрезке была подрядчиком Кремля, и Путин к нему, мне кажется, прислушивался и прислушиваться. Еще и потому, что для Путина очень важен гештальт отца, а, безусловно, Киссинджер для него чисто ментально относится к категории отцов-основателей современного мира. И также он классик реаль-политик, а Путину и реаль-политик близки. Безусловно, Владимир Ильич уверен, что вся западная политика строится на тотальном цинизме и определенных финансо-экономических интересах, что никаких идеалов в демократии не существует. Еще и поэтому ему с Киссинджером легко общаться. Со многими другими западными политиками нет, нелегко. Поэтому, собственно, да, вот эта тотальная уязвимость РФ сегодня является скорее аргументом, для того, чтобы Путин пошел максимально на уступки без эскалации. Это для него очень тяжелая ситуация, но поскольку он изменил критерии победы, уже все путинские спикеры говорят о том, что это не РФ начало войну, наоборот, это уже США и НАТО напали на РФ для того, чтобы предотвратить катастрофические последствия этого нападения. Они это с самого начала говорили? Не с самого, нет, нет. Сначала была спецоперация по демилитаризации и донсификации Украины, что заявлялось как цель. Сейчас цель поменялась, это спасти РФ от США и НАТО, для которых Украина лишь орудие уничтожения РФ и ничего больше. И поскольку вполне возможно, что это удастся сделать, спасти РФ, вот уже предмет переговоров о том, как спасти РФ. Если удастся спасти РФ, значит, Путин победитель. И тогда с помощью всей мощи своей информационно-пропагандистской машины, в которой, как мы знаем, немалую роль играют члены семьи граждан США, от путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова до незабленного Владимира Рудольфовича Соловьева. Благодаря расследованиям ФБК я, конечно, я наслаждалась, я не знала. Ну, я не большой фанат вторжения в чужую личную жизнь, чей бы она не была, но просто из области забавного есть такое понятие еврейский баскетбол, которое неизбежно всплывает в памяти, когда мы говорим о яркой матримониальной биографии Владимира Рудольфовича Соловьева. Еврейский баскетбол это всего лишь когда муж и жена обмениваются блюдами в еврейской семье, ну, заказывают на обед несколько блюд и обмениваются, перекидывают друг к другу кусочки блюд. Вот это термин еврейский баскетбол у меня сразу стул в голове. Вот, поэтому поскольку вот я говорю на кону собственно сама судьба РФ, Путин об этом уже говорит и своими и не своими устами, то дальше США должны гарантировать эту судьбу. Они должны гарантировать, что РФ не будет уничтожена в результате ей же начатой спецоперации ЗАП. А это, собственно, есть предмет формальных и неформальных переговоров с Вадимом Владимировичем. Для этого не нужно в общем уничтожать Крымский мост. Это нужно будет делать только если переговоры провалиться. Именно поэтому в последние недели столько утечек весьма солидных западных СМИ о том, что подспудный процесс подготовки этих переговоров идет себе, идет. И уже вроде как Соединенные Штаты не раздражены китайскими усилиями. И уже намечается большой десант крупнейших американских чиновников, включая Антони Блинкина, госсекретаря и министра финансов Джанет Йеллен в Пекине. В общем, ситуация как-то движется в этом направлении. И Владимир Ленч ее переживет потому, что он полностью в его понимании контролирует внутриполитическое пространство РФ. Это естественным следствием того, что ему нужно усиливать этот контроль на фоне явного провала спецоперации будет, конечно, дальнейшее закручивание ГАИ. А, ну, ты мне объясни вот две очень важные вещи. Вопрос первый как раз по поводу переговоров. Тебе не кажется, что пока суть до дела, в дело мощно вмешался Китай, и этот Китай отъел от Путина все среднеазиатское подбрюшье, причем со словами «мы вам помогаем». И мы, в общем, встречаем со ситуацией, которой, ты знаешь, я не побоюсь этого слова, не было вообще, не было за тысячелетия, потому что Китай перед нами предстает как государство, которое собирается организовывать военный союз из бывших военных союзников Путина, из вот всех тех, кого он послал на 9 мая. И это принципиально новая ситуация, потому что, ну, слушай, Китай вообще так себя никогда в жизни не видит. Китай по-прежнему не военный, с одним из концепций уже много лет существует шанхайская организация сотрудничества, которая ничем себя не проявила, не так ли? Она никаким аналогом НАТО не стала, хотя было очень много рассуждений об этом в момент ее зарождения. Нет, это не военный союз, в том смысле, в каком НАТО является военным альянсом, неважно, хорошим, плохим, устаревшим или не до конца. Китай нужна ресурсы, как раз, это ресурс территории для создания своего шелкового пути и реализации проекта 1.1.1. Китай максимально эффективно построить этот шелковый путь, а в обход РФ, контролируем этой ледяной территории, для чего, собственно, он исплачивает центрально-азиатские страны, которые прекрасно понимают, что РФ больше не является игроком. Точно так же, как это понимает премьер-министр Армении Никол Пашинян, который неожиданно готов полностью сдать Карабах Азербайджану. Потому что, если он этого не сделает, я считаю, этого делать нет хорошей жизни. Он прекрасно понимает, что Азербайджан при поддержке Турции может таки начать новую войну за Зангизорский коридор и преуспеть в силу своего полного явного военного преимущества. Так что, все это следствие того, что Россия как геополитическая сила ушла. другой вопрос, я считаю, что вообще время геополитики ушло. Геополитика это совершенно нечто устаревшее, принадлежащее прежним векам борьбы моря с сушей. Кстати, об этом много рассуждений в том эпизоде проекта «Время Белковского», который я начну завтра на канале Белковский. Но я считаю, Россия не игрок, а поскольку все эти государства, все большинство постсоветских государств, не исключая, кстати, и Украину, но только до 24 февраля 2022 года испытывали дефицит внутренней легитимности, то есть они еще не до конца верят, что они состоялись как отдельные самостоятельные государства, которые могут считывать независимы от внешних центров сил. Да, то им, конечно, нужны альтернативные крыши, и Китай выступает в такой роли крыша, но не в смысле какого-то стратегического развития и экспансии куда-то, и уж тем более не в смысле некоторые незрелые китаеведы. А в смысле, опять же, что нужны определенные ресурсы. От России нужны энергетические ресурсы, от стран Центральной Азии тоже энергетические ресурсы, плюс территории для транзита и так далее, и так далее. Собственно, Китай продолжает идти путем высасывания ресурсов из окружающего мира самых разных, ну, как он всю жизнь воровал технологии там на Западе, но хочет и дальше продолжать так делать. США не хотят ему давать это делать в прежних масштабах и формах. И укрепление своей собственной крепости, своего огромного укрепрайона, впрочем, которые расширяться сильно не будут. А как поживают те переговоры через Папу Римского, о которых ты говорил на прошлой неделе? Они пока никак не поживают, потому что Папа Римский здесь явно не самый сильный игрок. Но его полная готовность, тут же еще помимо Папы Римского образовались шесть африканских президентов. И если относительно инициативы Папы Римского Владимир Александрович Зеленский как-то выросся скептически, хотя и сговорка про полное уважение к верховному понтифику, то шесть американских президентов уже вроде договорились, что скоро они приедут в Киев. Под формальным предлогом того, что они просто кушать не могут, им ужасно нужна зерновая сделка, потому что иначе они умрут с голода без нее. Это, конечно, полный блев, но как повод для того, чтобы пойти эти шесть американских президентов в прибыли в Киев, а потом в Москву или наоборот, это используется. В общем, все вдруг неожиданно почувствовали, как говорил Даниил Иванович Хармс, что, так сказать, как ловить момент надо. Ловить момент надо так, раз, два, три, ничего не произошло, потому что момент это тоже эпоха, только очень короткая. Вот ловлю момента состоит в том, что надо ловить эпоху, когда Россия беспрецедентно слаба, и когда иллюзии относительно этой слабости нет в том числе и у РФ-предводителя Владимира Владимировича Путина, нашего уездного предводителя Каманча. Поэтому все хотят, естественно, сыграть здесь какую-то роль и отстоять себя в том мире, где РФ уже не является никаким мощным субъектом, где у нее остается последняя, последняя важнейшая цель уцелеть. Цель уцелеть, кстати, да. Прошу прощения за неудачный каламбург. Нет, стоп, и, наверное, это будет один из последних вопросов, а может быть, даже последний. Вот зачем договариваться с Россией в тот момент, когда она бесконечно слаба? И с Путиным, который, с одной стороны, параноик, ну, не очень вменяем, и просто непонятно, чего от него ждать, а с другой стороны, он именно в этот момент бесконечно слаб. Зачем дать ему выкарабкаться из ловушки, в которую он сам угодил? Точно так же, как с одного это образец, ну, таких образцов в истории немало. Целью является не уничтожить Путина, а ослабить его. Это он же сам сделал своими руками за последние 15 месяцев радикально. Ну, к этому ослаблению он готовился на протяжении всей своей президентской карьеры, но никто не был в этом уверен. А минувшие 15 месяцев убедили всех в этом. Цель именно, ну, как с Адамом Хусейном в 1991 году. Не было цели свергать Адама Хусейна, нужно было его нейтрализовать. И скорее, не за чем договариваться Путин, а о чем? Договориться о чем-нибудь таком, чтобы он не беспокоил никого и окружающий мир. На каких условиях Путин согласен договариваться? Этого мы не знаем. Путин, естественно, очень хочет, чтобы определенная часть украинской территории осталась под его контролем. Аргумент, который он будет предъявлять здесь, как посредникам, так и Украине, и старшему брату Соединенным Штатам, американским уважаемым партнерам, состоит в том, что возвращение Донбасса в Украину невыгодна самой Украине. Так же, как и Крыму. Поскольку это огромные расходы... Это уже Фрэнсис Фокуяма написал. Это главный аргумент. Украина уже подготовилась к этому аргументу и уже свой контраргумент сформулировала. Что она фактически создаст условия, при которых все лояльные РФ, постоянные жители этих регионов, должны будут их покинуть. На это Путин еще вынимает следующую десятку пик. А сколько же денег вам понадобится, чтобы все это восстановить? Давайте оставьте это мне. А я уж как-нибудь этим займусь, и это полностью отвечает всеобщим интересам, чтобы мне было чем заняться. Вот вокруг этого и будет вестись торг. На это Украина, можно сказать, мы лучше заберем весь завод в уютные резервы российского Центробанка. И спасибо. Да-да, это будут российские деньги, но это будет наша территория. Это уже учтено в цене товара. Эти деньги, ни на какое восстановление Донбасса их не хватит. Их должно хватить на реализацию плана маршала для Украины, на кардинальную перестройку украинской экономики. Но, так сказать, на тех территориях, которые Украина и так сейчас контролирует. Если говорить о восстановлении Донбасса, то, так сказать, эту сумму надо умножить на три. Просто, если это те условия, на которых ты говоришь, это для Путина победа абсолютная, не просто, вот просто лучшее, на что он, больше, чем он, на что он может надеяться. И нафига с ним договариваться, если его военным путем и оттуда, и оттуда вышибут и предоставляют при этом Украине вооружение. Я вот совершенно не понимаю, с какой стороны с ним договариваться в такой ситуации. Зачем? Для США в Америке и компании вполне выгодно, чтобы РФ существовала неопределенно долго в нынешнем состоянии. В том числе, под санкциями в полной изоляции. Дальнейшее совершенно правильно говоришь. Зависит от того, насколько эффективным окажется самое контрнаступление вооруженных сил Украины. И, конечно, результаты будут фиксироваться по его итогам. Но оно еще пока не началось, вот мы посмотрим, что будет. Ясно, что никаких финальных или даже полуфинальных решений сейчас нет. Сейчас весь этот турнир находится где-то в четвертьфинале. Но общие параметры кому что нужно уже ясны. И дальше вопрос, как от этого постановки опроса кому что нужно в стороны будут двигаться к финальному результату. Я тебе скажу, что мне кажется невероятно, чтобы при таких военных преимуществах и при таком настрое общества Украина сказала, а с какой стати? вот граница 91-го года, а дальше поговорим. Если контрнаступление в СУ будет успешным, то эта риторика будет единственно уместной с точки зрения Украины. А если она будет не очень успешна? А на Западе есть разные мнения на этот счет, как мы прекрасно знаем, из многочисленных открытых и полуооткрытых источников. Она будет успешна. Я тебе гарантирую, она будет очень успешна. Я этого гарантировать не могу, поскольку на роли статус главнокомандующего вооруженными силами Украины я пока не претендую. Но это сказано не противоречит одно другому. Позиции сторон уже ясны. На стадии четвертьфинала понятно, что выгодно Соединенным Штатам, что нужно Украине. Дальше, значит, контрнаступление вооруженных сил Украины это полуфинал, по итогам которого будет понятно, какие позиции сторон в финале. Ну и на этом замечательной ноте. Я думаю, что мы с тобой будем на неделю говорить до свидания. Я прошу наших слушателей большого прощения за то, что у нас творится с интернетом и за, соответственно, за мою неприличную морду в таком виде с какого-то непонятно чего. Но, тем не менее, извините, чем богаты, тем и рады. Станислав, еще раз. Добрый привет. До скорой встречи в программе «Дежурный по эпохе». Огромное спасибо Еле Латыниной и всем, кто с нами был. Да, а я, в свою очередь, Дашей надо будет вот все это выключать, потому что у нас вообще никакого интернета тут нету. Я, в свою очередь, напоминаю нашим слушателям, чтобы они не забывали подписываться не только на канал Станислава Белковского, который можно найти по ссылке в описании. Но это наша собственная скромненькая Латынина ТВ, которую я не понимаю, как в условиях такой вот ситуации выживать. Тем не менее, как-то мы, по-моему, справились с этой технической проблемой за счет, конечно, качества изображения, но, по-моему, даже звук ничего. В общем, подписывайтесь на нас, делитесь ссылками на этот эфир и ставьте лайки. И приходите, не забывайте к нам завтра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!